всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале хочу поблагодарить вас за ваши донаты напоминаю что вся информация обо мне моих услугах и все что вам необходимо знать либо есть какие-то вопросы ко мне все есть в описании под под этим роликом сегодня мы с вами сделаем расклад который называется дизайнер своей жизни что вам необходимо поменять давайте мы посмотрим у нас будет три вопроса и мы сразу приступаем позиция номер один голубенький камешек давайте давайте посмотрим на этой колоде да вы и ваша жизнь сейчас а потом посмотрим что вам нужно будет изменить так вы ваша жизнь сейчас единички что у вас происходит верховная жрица до тайные здания находитесь может быть как кто-то из вас находится балансе в равновесии да вот в какой-то тишине и спокойствие да очень приятном состоянии в предвкушении чего-то нового знаете вот ощущение что я выжидаю нужный мне момент да либо я выжидаю нужное мне время для того чтобы проявить активность здесь состояние того что вы сейчас бездействуете но бездействие в действии внутри вас возможно рождаются какие-то идеи возможно что-то вы такое тайное сакральное изучаете погружаетесь вглубь себя вот но внешне это проявлено как некое такое бездействие так что еще что еще какая-то такая конфликтная достаточно ситуация да вот смотрите как раз таки что здесь происходит внешне вы кажетесь таким спокойным человеком умиротворенным знающим ведущим достаточно таким глубоким человеком некая такая человек вселенная которая может скрывать себе очень много тайн и очень много глубины и знаний но одновременно с тем что это то что вы транслируете вовне но и одновременно с этими тайнами внутри себя у вас происходит некий такой конфликт по поводу возможно ваших ценностей либо материальной какой-то вашей сфере ну то есть внешне вы покер фейс ничего не прочтешь все хорошо там преклоняюсь такой знаете вот респект такой уважительный человек да все хорошо но это внешне внутри кипят страсти внутри какие-то конфликты самим собой самим собой внутри какой-то кризис либо еще расскажу с ценностями либо у вас знаете какая-то вот несостыковка то есть если я например такой ведущий знающий на почему я не могу на этом зарабатывать либо если у меня ну то есть я могу например вести за собой людей что-то транслировать да и как-то обучает почему у меня нет денег либо если у меня есть знания почему меня нет клиента да вот здесь не состыковка материального и духовного плана здесь конфликт по на этот счет не это вот ваша внутренняя борьба вы сами собой конфликтуете на то есть зачем например мне расти или развиваться как-то духовно если от этого нет какой-то пользы материальной здесь какие-то такие вопросы происходит давайте я посмотрю на бытовом уровне как это будет выглядеть того что сейчас с вами происходит если это вам соответствует вы слушаете позицию что сейчас происходит вашей жизни притяжение с чем она связана это притяжение что вы сейчас притягиваете в свою жизнь восьмерка материи значит вы всеми силами сейчас стараетесь то есть акцент вы сделали на либо профессиональную сферу либо на зарабатывание денег да то есть вы сейчас изучаете эту тему не случайно верховная жилица как можно заработать как можно притянуть свою жизнь то изобилия тем материальные блага на основе моих каких-то способностей на основе каких-то моих умений если не просто хотите чтобы вам деньги подарили а вы хотите как-то знаете вот зарабатывать на том что вы умеете нам чтобы это действительно был заработок то есть это не не какие-то вот подачки дали бы какие-то разовые моменты а чтобы это было вот как-то стабильно знаете я знаю как-то заявить о себе своем мастерстве либо монетизировать свое мастерство вы так скажу и вы сейчас с этим разбираетесь вы разговариваете с многими людьми на на эту тему то есть как можно притянуть эти финансы которые я хочу так как получить тот результат своих каких-то трудов вкладывания здесь общение разговоры с разными людьми до информацию какую-то вы получаете прислушиваетесь до поиска прям ищите ответы здесь знаете использование разных форматов то есть это может быть и духовное понимание как устроен материальный план что я могу сделать духовной точки зрения из материальной то есть как какие действия я могу реально совершают то есть например изучает там маркетинг да либо как работает маркетинг использовать какие-то инструменты маркетинга да то есть помимо духовности что-то материальное то здесь вы ищете идет поиск причем такой знаете поиск глубины изучаю перелопачиваю кучу информации разных мнений разной теории какой-то вы знаете свой опыт пока я не могу сказать что вы используете плане ну вот в ваших каких-то видений да вы скорее всего изучаете рынок если так можно сказать да разные на рынке причем на духовном рынке и на материальном вот здесь про это если это про вас слушаем дальше что вам тогда необходимо изменить скорее всего вот в плане того что вы ищете да что вам необходимо изменить чтобы получить всех результатов которые вы хотите что вам необходимо изменить но во первых вы было башни да то здесь вам нужно разрушить то что изначально вы строили не совсем верно колоде николета чиколи мы видим башню сделанную из кубиков кубики здесь они не ровно стоят они в любой момент могут распасть то есть здесь нету то что вы строили знаете как там как будто бы надеялись на удачу надеялись на авось вот и то что создано было сверху вот этой вот удача она в любой момент ну то есть если это удача то есть я не полагаюсь на себя она полагаешь как-то выгнать на фортуну что-то что-то извне и она не работает она в любой момент может разрушиться то есть какой-то момент работает какой-то не работает приходит уходит ну то есть нету стабильности нету опоры это не не постоянный какой-то доход вот это вот нужно будет разрушить сказал и колесо фортуны ну вот прям как как то говорят да то есть башня вот я говорила про фортуну про удачу вот вам нужно будет разрушить колесо фортуна вам нужно будет вот эту вот фортуну разрушить каком плане взять здесь ответственность за себя не полагаться на высшие силы на удачу на авось и так далее а выстроить понятную для себя какую-то конкретную материальную основу то есть здесь смотрите как получается вы используете духовное и духовное она напрямую как-то связано с удачи с фортуны но вы же хотите в материальном мире это получить а здесь другие правила то есть ну не совсем как бы сказать про духовность то есть есть здесь еще помимо духовности еще и свои какие-то правила игры материальном мире и чтобы в материальном мире это получить иначе говоря чтобы заземлить вот это вот духовно чтобы ее проявить ведь надо использовать материальные вот эти вот материальные вещи в них должна быть какая-то конкретика структуры какая-то опора то есть вам нужно пересмотреть то как вы выстраивали что-то на основе других каких-то правил и понятий и здесь нужно изучить материальные правила понятия до связаны например с финансами как они проявляются из чего состоят деньги вам понятно как они проявляются как они могут себя показать вам здесь непонятно и здесь наступает краски двойка вот это вот пентакли когда кашу мало в голове конечно много мнений много разных взглядов я запутался я не знаю как у меня голова кружка кругом идет уже от всех этих знаний как что за что зацепиться вы что вам нужно здесь сделать здесь вам нужно идти в новое да то есть отбросить вот свою вот это вот знаете как детскость детский какой-то подход потому что дети и деньги они несовместимы и вот детский подход к тому как приходят деньги а в данном случае вот именно но мама даст там папа даст кто-то подарит то есть удача опять таки да вот это вот нужно отбросить и более структурно поле как-то вот по взрослому начать взаимодействовать с деньгами с деньгами что значит по взрослому давайте посмотрим ну во первых вам нужно понять что вам деньги нужны потому что четверка копка здесь говорит о том что то в принципе мне деньги не нужны безусловно духовным людям деньги не нужны у них другие правила жизни понятия здесь так очень образно красиво девочка сиди значит девочка под куполом стеклянным а вокруг те же самые ракушки что и внутри то есть деньги по сути они находятся рядом с вами надо просто снять вот этот вот купол который вас разделяет от денег и потерь и взять то есть проще говоря поднять свою пятую точку совершить какие-то действия пойти взять эти деньги они есть в вашем пространстве но вы их взять не ну то есть не хотите здесь кому-то вы знаете нету понимания а зачем мне вообще нужны деньги здесь что-то такое считывается то есть первое вам должна быть мотивация должны захотеть то есть не просто я хочу деньги потому что они мне дают какую-то вот безопасность область силы такое что такое абстрактная а конкретно вам нужно захотеть мне деньги нужны на это ради этого я буду зарабатывать нет деньги нужны на это но то есть под какую-то конкретную задачу наверняка вам деньги приходят конкретную задачу но все же вы должны вот как раз таки определиться по аркану влюбленных. Не смириться, не надо мириться с тем, что у вас есть сейчас. Ну, то есть, ну, мне же хватает на хлеб, на соль, как говорится, и на одежду. Ну, что, зачем мне жиробеситься и что-то больше вопросить? Где же минималисты, духовники? Ну, в плане того, что мне и так все хорошо. Я вот такой духовной пищей питаюсь, и, ну, в принципе, я и не лишен хлеба с маслом, да, зачем мне икра? Вот, ну, не нужна, ну, ради бога, вам ее никто и не дает, да? Здесь вот что-то такое, как раз и говорит. То есть, определиться, для чего вам нужны деньги, для чего вы хотите получать эти результаты. Если вышло это, если вы ищете, значит, для чего-то они вам нужны. Вам надо четко увидеть это в голове своей. Понять, определиться. Есть ощущение того, что вы как будто бы обесцениваете деньги, да, вот ваше отношение к деньгам, что, ну, типа, не очень-то и хотелось. И вот это вот отношение, оно как раз-таки детское в чем заключается. Ну, мама дала конфетку, ну, и хорошо, я тебе не дам, типа, ты наказал. Ну, и не очень-то и хотелось, да, я и пошел, я без конфетки прошел. Вот какая-то такая энергия здесь считывается. Так что же в себе надо менять? Вот эту вот детскость надо изменить, да? Что именно, вот что именно в этой детскости здесь изменить? Так, зависла немножко, потому что здесь арканы похожи, и я как это думаю, неужели я запуталась? Нет. Выбыл аркан силы, да, восьмой, восьмой силы. Угу. Нет, справедливость, это справедливость, это же такая колода. Что же вам здесь изменить? Здесь, знаете, здесь нужно перестать эмоционировать, то есть здесь нужно взрослые позиции, она какая-то такая более холоднокровная, я бы сказала, вам не надо переживать. То есть здесь такое ощущение, что надо просто делать, совершать действия по направлению, в достижении своей какой-то цели. То есть вы четко должны знать, какие действия вам надо делать и совершать, потому что вы, когда принимаете все близко к сердцу, начинаете переживать, вот что я имею в виду, эмоционировать. Это как-то вот сотрясает ваше пространство и мешает получать деньги. То есть как будто, вы знаете, какие-то вот сомнения появляется, неуверенность, и эти деньги, они как будто бы, ну, становятся для вас незаметными, они не уходят, они просто становятся для вас незаметными. А ты знаете, когда ребенок маленький уплачет, слезы накатываются, и все как будто бы так, ну, мутным становится, да, ты сквозь слезы не видишь, потому что вот здесь какая-то такая кельна у вас получается, когда вы начинаете эмоционировать, вы не видите, вы не замечаете этих денег, они никуда не уходят. Они как были рядом с вами, они так и остаются, но вы их как будто бы не замечаете. Давайте я на этой колоде тоже еще посмотрю. Что надо сделать, да, чтобы эти деньги здесь получить? Ну, надо идти в развитие. Вам нужно понять вот такую простую вещь, что в то развитие, в которое вы идете, а оно так или иначе соприкасается с вашей духовностью, в это развитие вам нужно, знаете, вот захотеть. Вот здесь какая-то такая от детства вы можете оставить игру. То есть детский подход убрать, но от детства оставить игру. Что это значит? Вам должно быть стать любопытно. Любопытно, как это зарабатывать деньги? Как это быть миллионером? Вот какой цель? Как стать, не как стать миллионером, а как это, когда ты миллионер? Вот что-то такое. И играть в эту игру, то есть тогда вот это вот детство, не избавляться от него, если вам сложно, а использовать, потому что здесь выпадает аркан умеренность. Умеренность – это наслаждение. То есть вам должно быть в удовольствие зарабатывание, вот это вот развитие и зарабатывание денег, оно должно быть вам в удовольствие. Нет, не как труд, вот я вкалываю, как папа Карла, и ничего не получается. Нет, а здесь именно на состояние. Деньги придут на состояние. Не случайно мы видели здесь вот в четверке кубков, да, что девочка сидит, ей хорошо, комфортно, и деньги рядом. Она их видит. Надо просто приподнять этот купол и взять деньги, да, то есть деньги никуда не уходят. Что тут в удовольствие, что она купол уберет, то же самое удовольствие, оно никуда не пропадает. То есть вам не надо лишать себя удовольствия, не надо считать, что зарабатывание денег, оно сложно. Но вам должно быть вот это вот любопытно, как это быть человеком с деньгами. Даже если не миллионер, а как это жить, ну, как этот человек, девушка с деньгами, вот это кто? Вот такое, знаете, вот как мы, например, задаем себе понятие, что такое счастье, я хочу познать. Вы начинаете что-то делать, да, совершаете действие, а, вот мне сейчас нравится в этом состоянии. Это счастье? Нет. Там что-то еще совершили? Это счастье? Нет. А это? А вот, а это счастье? Все. И как вы сделали? То есть вы совершали какие-то действия, чтобы понять? Это состояние счастья. Здесь состояние удовольствия. И вот у вас должно быть удовольствие от того, что вы интересуетесь деньгами. Это поставить, допустим, на место денег мужчину, да, либо какого-то реального человека, который вам интересен. Что бы вы сделали? Да, вы начали бы с ним разговаривать, где-то заигрывать, где-то интересоваться его жизнью. Вот вместо денег поставьте какой-то для вас очень важный, значимый персонаж, и как бы вы с ним выстраивали отношения. Здесь про это. Также будете выстраивать с деньгами. Вот она вам, ваша духовность, да, в плане того, что вы не работаете, как Папа Карло, да. То есть я работаю, я вкладываю, я прикладываю труд, я становлюсь рабом этих денег, и я получаю. А здесь немножечко по-другому. То есть вот этот вот интерес, эту игру включить, как это быть человеком с деньгами? Как они себя чувствуют? Как они себя ведут? О чем они думают? Вот здесь что-то такое. Что нужно еще в себе изменить? Ну, перестать чувств, считать, что вот знаете, вот все за вами наблюдают. У вас есть такое ощущение, я не могу расслабиться, потому что как будто бы вот я всем обязан, да, я что-то должен делать, за мной все наблюдают, меня будут критиковать, меня будут осуждать. Вот это вот вам нужно в себе изменить. Нет, никто у вас осуждать не будет. Здесь вам нужно очиститься от своих каких-то убеждений, с чем связаны эти убеждения. Вот опять-таки с критикой, да, вы очень сильно боитесь критику, да, вот это вот как раз-таки детская позиция, и она, знаете, как, она может вам мешать в плане денег, знаете, что вот, а если у меня будут деньги, да, то меня будут критиковать. Где-то ты неправильно, здесь какой-то сценарий может быть детский, что у людей, у которых есть деньги, да, как-то вот суд, да, их может осуждать, да, либо вот посадить могут за то, что большие деньги. Вот какие-то детские такие убеждения могут наказать, и это то, что вас как-то останавливает. За мной наблюдай, да, то есть деньги нельзя скрыть, деньги невозможно как-то отложить. То есть ощущение того, что я себе запрещаю пользоваться деньгами, наслаждаться деньгами. Вот здесь есть какая-то такая установка, вы не разрешаете. Почему? Потому что если вот я буду наслаждаться деньгами, да, всегда как будто бы есть какие-то третьи лица, которые могут повлиять на это и лишить меня удовольствия. Поэтому я сам себя лишаю удовольствия, да, чтобы не было потом больно, что меня лишили этих денег. Здесь какие-то такие сценарии. Здесь есть карта помощи, я ее не совсем понимаю. То есть о чем она здесь, девочка помогает мальчику? То есть о чем эта помощь? Какое отношение это имеет к деньгам? Ну, прямое отношение имеет к деньгам. Вы можете использовать свою духовность в плане как раз передачи информации, то, что я говорила, да, монетизировать, монетизировать свои знания, свои умения через взаимодействие с другими людьми. Как-то, вы знаете, предлагая им какие-то услуги, услуги помощи. Но не... Здесь какая фишка? Не то, что... Я тебе помогаю, но помогаю за деньги? Нет. А здесь как будто бы такая тонкая тоже уловка. Я тебе помогаю, и у меня в арсенале есть вот эта вот помощь, а она платная. Вот хочешь, возьми. То есть как бы так, не на первое место ставить деньги, а вот как будто бы желание помочь должно быть на первом месте. То есть ценность, взаимодействие с человеком, вклад, он должен быть первичный. И в знак благодарности вам как будто бы будут платить деньги. То есть не напрямую возьми, потому что мне надо деньги. То есть купите, потому что мне нужны деньги. Возьмите у меня, приобретите что-то. Например, я продаю газеты, то есть купите, мне надо продать газеты, там 100 газет в день. Нет, а потому что купите газету, в ней есть информация, которая поможет вам изменить мир. Вы, о, да, что это за информация, да, я получу, сколько она стоит. Вот столько, на, возьми деньги, я хочу эту информацию, понимаете? Вот здесь какая фишка. А сейчас как будто бы получается, наверное, так, что у меня есть газета, купите, потому что мне ее нужно продать. Вы как будто бы не раскрываете вот эту вот глубину этой газеты, что есть в этой газете, да, то есть что-то такое. Что еще вам нужно изменить? Давайте посмотрим, да, что еще вам нужно изменить. Даже, скорее всего, не что нужно изменить, а для чего. Для чего вам нужно изменить вот то, что я сказала, да, вот эту вот детскость и взаимодействие с финансами. Для чего? Ну, потому что вы ходите по кругу, и никаких перемен в вашей жизни нет, да. Это вот вводит вас больше ваше отшельничество и в страхе. То есть вам страшно, вам страшно за финансы, поэтому вам надо понять, что то, как у вас сейчас, допустим, стоят дела с финансами, они как будто бы цикличные, и они больше нагоняют на вас тоску и не дают вам вот этого вот удовольствия поджизни, да, в котором для вас очень важно пребывать. Он больше, наоборот, выбивает из вашего какого-то комфорта, и как будто бы вот и последние деньги уходят, потому что вот вы начинаете переживать, начинаете волноваться, и в этом нет какого-то вот развития, да, то есть, и это, наоборот, вас закрывает от мира. Вместо того, чтобы открываться миру, да, как-то взаимодействовать, это, наоборот, вас закрывает от мира. Вот такой был у меня первый расклад, первая позиция. Еще две секунды, соберем карты. Сейчас я достану умеренность и перекрою вот весь наш расклад умеренностью, да, чтобы пошли какие-то трансформации. Или нет? Ну да, на состоянии же. Так, позиция номер два. Красненький камешек. Так, давайте посмотрим двоечки. Ваша жизнь сейчас, да, если откликается, смотрите. Ваша жизнь на сейчас. Ну, император. Страшно? Страшно быть императором, но вы император, вы, как вы знаете, вот, позрослели, да, как-то учитесь выстраивать свои границы, отстаивать свою точку зрения, где-то, может быть, в какой-то степени. Знаете, страшно, страшно брать ответственность, да, но я стараюсь, я пробую, я всеми способами иду в это новое, да, как-то понимаю, что мне надо излечить свои какие-то болезненные ситуации, травмы. Вот, и я беру ответственность за себя, ну, прям классно, супер, молодцы, я стараюсь, я пробую. Вот, и вот эти вот страхи мои, они меня как раз-таки, убегая от этих страхов, я не обращаю внимания на то, что я прибегаю к тому, что мне нужно, да, я учусь взаимодействовать с миром, да, понимаю баланс между братьей и отдавать, да, то есть стараюсь, как-то пробую, что-то получается у меня, что-то нет, то есть здесь, ну, хорошая такая здоровая позиция, могу сказать. Хорошо, если вы узнали себя в этом, что вам необходимо поменять? Что вам необходимо поменять? Ну, вы, в принципе, и так это меняете, да, свою пожелость, свою детскость, свою ранимость, чувствительность по пожелкубкам на девятку педаклей, да, на то, чтобы стать каким-то, знаете, таким человеком, с одной стороны, человеком, который любит свою какую-то уникальность, да, что вот я не похожа, и я не переживаю по этому поводу, да, я не как-то вот не становлюсь ранимым и чувствительным, и сентиментальным на этот счет, а я наоборот наслаждаюсь, да, что вот я вот такой, да, я, возможно, не похож, да, возможно, я чрезмерно как-то эмоциональный, чувствительный, но мне с этим хорошо, да, то есть вы как будто бы научаетесь получать удовольствие от того, да, вы получаете, здесь девятка кубков была, вы действительно получаете удовольствие от того, кем вы становитесь, то есть, знаете, как-то вот преодолеваю какую-то свою сентиментальность, да, и у меня как-то получается, и я радуюсь, и это хорошо, то есть вы как будто бы заново себя начинаете изучать, это здорово, вы молодцы, у вас это получается. Почему я говорю получается, потому что вы был первый император, да, то, что вот вы выходите, идете вот в это новое, что вам нужно изменить, вы, то есть то, что вы делаете, да, здесь как будто бы подтверждение идет, то, что вы делаете сейчас, как вы себя меняете, продолжайте это делать, вы, ну, вот на правильном пути. Давайте я вот еще здесь посмотрю на этой колоде, что же вам еще нужно изменить, ну, то есть изменить, наслаждаться своей вот этой вот непохожестью, да, своей какой-то вот уникальностью, своей чувствительностью, может быть, в каком-то степени вот своим пофигизмом, да, что вот я живу как-то вот в свое удовольствие, либо вы это пробуете, либо вот вы учитесь однозначно, учитесь, потому что неоднократно выпадает в раскладах на двоечек, эта позиция, да, то есть получать удовольствие от себя и не бояться, не бояться себя, то, что вот я ни на кого не похож. Что вам нужно изменить в себе? Что вам нужно изменить в себе? Игру, да, игру в своем уме. В какие игры вы играете? Ну, вот в своем уме где-то вы еще сами себя ругаете, да, где-то как-то еще сами себя сталкиваетесь в своем уме. Вот, знаете, как-то с одной стороны у вас как будто бы так по настроению. Бывают моменты, когда вы говорите, ой, я молодец, я такой уникальный, это так здорово, я это принимаю, все классно, суперски. А потом бывают какие-то такие моменты, когда вы понимаете, что, блин, что-то не очень-то и клево, да, быть таким уникальным, да, я чувствую себя как белая ворона. И вот эта вот игра, да, сегодня за белых, завтра за черных, она у вас в голове постоянно происходит. Вот это, вот это вот сомнение, колебание, вам нужно в себе изменить, да, нужно наполнять себя и радостью. То есть здесь показывается то, что когда вы находитесь вот в этом колебании в своем уме, это показатель того, что вы не находитесь в единстве с самим собой. То есть вы сейчас мыслите головой, а там всегда будет разъединение. Так вот, чтобы объединиться, вам нужна вот эта вот радость, да, вам нужно напоминать себе, что вы в единении с миром находитесь, да, то есть быть вот именно счастливым. Счастье – это когда нету разделения в нашей голове, когда не ум управляет, а он является наоборот слугой, а служит он как раз-таки нашей душе, да, когда мы находимся в единстве. То есть мы ему показываем, что мир, он безопасный. Надо быть в единстве, это приносит нам удовольствие, счастье. Вот это вот вам надо какие-то свои мышления, да, вот какие-то свои убеждения в своем мышлении вам надо менять. А вот какое именно мышление, да? Бумеранг, ну здесь вы как будто бы боитесь. Боитесь, что если где-то ошибетесь, да, вам прилетит, прилетит. И вот единение, вот то, что я и говорила, причем карта так и называется, да, единение. Вам нужно понять, что все едино, все взаимосвязано. Поэтому акцент делайте не на разделение. То есть когда у вас появляются в голове какие-то сомнения, само слово, да, со-мнение, соединение двух мнений. Как может быть два мнения, если внутри вас вы один, вы едины. Значит, есть какие-то субличности внутри вас, которые между собой не согласны. Вот вам нужно научиться внутри своей головы приходить к единению, к согласию, да, к объединению. И тогда вы увидите это отражение во внешнем мире. Что еще? Что еще вам нужно поменять в себе? Ну вот смотрите, здесь как будто бы тоже разделение двух поколений. Взрослые люди и дети. И вот как будто бы, знаете, с одной стороны есть какая-то грусть о том, что прошлое как будто бы вот прошло, и я уже никогда не буду таким ребенком, как был когда-то. Ну то есть опять-таки есть вот это вот разделение. Прошлое – настоящее. Там белое – черное. Вот это вот игра. Вот вам вот эти вот игры разума необходимо в себе изменить. Для чего? Для чего вам нужны вот эти вот перемены в себе? Ну, с одной стороны, знаете, для вашего какого-то развития, но здесь вот, когда вы находитесь в сомнении, вы как будто бы перестаете чувствовать и ощущать мир. То есть вот это вот единение, скорее всего, разногласия в вашей голове, они являются какой-то помехой, вы теряете контакт с внешним миром. Здесь вы как будто бы теряете свою интуицию, да, то есть вы перестаете ощущать, потому что ощущать внешний мир, то есть куда мне идти, как мне идти, то есть когда в голове идут вот эти вот все проблемы, ваша уникальность в чем заключается? В вашей эмпатичности. Эмпатичность в плане того, что у меня развита интуиция, я могу жить в соответствии со своей интуицией. Это и есть единение с миром. Но когда вы начинаете сомневаться в своей интуиции, два мнения появляются, вы начинаете опираться на свой ум, и вы теряете как будто бы подсказки из внешнего мира. И тогда вообще вы чувствуете себя потерей, потому что интуиция не работает, потому что она переключилась у вас на ум, и в голове-то не все спокойно, а есть какие-то вот колебания и разногласия. И тогда вы вообще чувствуете себя потеряем. То есть и на ум не могу опереться, и душ как будто бы потерял. То есть вот здесь такие моменты. Вы не видите дальнейшего шанса, то есть появляется вообще неуверенность, и вы теряете свою возможность как-то вот развиваться, ощущать себя именно... Ну вот здесь уверенность. Вы теряете свою уверенность. Поэтому я уже не помню, что я говорила. Это вот когда я в потоке, я не помню, что я говорю. А у вас есть возможность стоп-перемотки, да? Перемотайте. Мне кажется, я ответы уже сказала. Так, вот такая была у меня вторая позиция. Достаточно, ну, быстрая, потому что, не знаю, здесь как-то вот все ясно, было понятно. Итак, позиция номер три. Делененький камешек. Дорогие мои любимые троечки, давайте я посмотрю вас. Что же сейчас происходит? Вы и ваша жизнь. Если услышите себя, значит, смотрите дальше. Вы и ваша жизнь. Так хочется вас обнять. Мои же вы сладкие. Сколько всего вы переживаете? Тузкостей, конфликт. Конфликт, все горит, все кипит, все бурлит сейчас, в данный момент. И аркан справедливости. То есть по справедливости происходят какие-то изменения, какая-то активность. То есть здесь появилась активность, связанная с чем? С разрушениями. Опять башня, опять какие-то разрушения, какие-то трансформации. Что рушится сейчас в вашей жизни? А-а-а, на ура! Семерка костей. Ваши проекции, ваше накручивание, ваше придумывание того, чего нет. То есть, знаете, вот сейчас пришло время чистки. Да, может быть, действительно кто-то чистится. Вы как будто бы стали видеть, происходят какие-то ситуации, которые вам показывают, где и в каких моментах вы придумываете того, чего нет, где вы накручиваете. То есть здесь ситуация того, что еще что-то не произошло, вы уже как-то испугались, накрутили себя, придумали последствия, которых нету, и как результат отказались, не начав что-то. Да, то есть вот эти вот моменты сейчас разрушаются. Спадает какая-то маска, да. Разрушаются ненужные вам риски, непонятные какие-то действия, которые вы совершали. Разрушается ваша потерянность, потерянность вашего пути. И вот здесь вот мы видим, что душа, она прям вообще, ну у нее нету сил двигаться, она ушла от своего какого-то пути. И вот ангел-хранитель тащит вот эту вот душу на себе в нужном направлении. Но хорошо, что вы вовремя успели призвать вот этого ангела-хранителя, который поможет вам выйти на верный путь. То есть здесь идет разрушение того, где вы отклонились от своего пути, где ушли, где пошли не туда, где вам дали как маленькому ребенку испробовать то, что вы хотели, для того, чтобы вы поняли, что то, что вы хотели, на самом деле вам это не нужно было. Знаете, как вот на своем собственном опыте вы сделали какие-то выводы, потому что когда вам говорили, не делайте это, да, то есть будьте внимательны, вы как-то не, ну, хотели на себе. Есть, знаете, мне кажется, не так много людей, которые на чужом опыте как-то учатся, да. То есть, да, я могу по ресурсу, но я все равно сделаю по-своему, потому что каждой душе нужно пройти этот опыт. И вот здесь ощущение того, что вы на своем опыте все это проходите, для того, чтобы, ну, понять. Больно ударит, но зато и понятно. Вот, и где-то вы отклонились от своего пути, потеряли себя. То есть настолько заэкспериментировали, что где-то уже все. Утратили себя, и ощущение того, что вот ваш ангел-хранитель, он вам говорит, так, не туда пошли мы с тобой, дружок, дали ребенку поиграться, он заигрался. Давай мы снова вернем нужное у тебя русло. Вот здесь происходит вот такая ситуация. Если вы в ней увидели себя, то окей, слушаем дальше. Что вам необходимо поменять в своей жизни сейчас? Что вам необходимо поменять в своей жизни сейчас? Какие-то свои надежды, веру во что-то, да? Что, ага. Ну вот выпадает аркан легкости, да? То есть, а легкость это в каком? В прямом любовь переносе. Есть у вас здесь, если бы был аркан одержимости, есть у вас какая-то одержимая идея, что-то вы хотите получить. Но то, что вы хотите получить, вы... Знаете, как-то вот вы хотели, чтобы это было легко, а легко не получается. Потому что вам не надо, чтобы это было легко. Ну то есть, вы тогда как будто бы не будете ценить. А с чем это связано? Что это за... Это связано как-то с источником, с тем, что вас наполняет. То есть, вы как-то хотите легко наполниться, да, выйти каким-то легким способом. Знаете, вот как будто бы кто-то, не знаю, просит, молится, да, чтобы вот я хочу выйти из этого состояния, вот этой вот потерянности, в котором я нахожусь. Я хочу это сделать, ну, чтобы легко было, да? Вот. Либо чтобы это было быстро. То есть, вот я... Ощущение того, что вы хотите убежать от этого урока. Давайте я так скажу. Потому что устали, потому что уже ничего не происходит, потому что уже все достало. Хочется как-то вот все по-другому. А по-другому не получается. И легко здесь не получится. То есть, вам хочется, чтобы урок как-то пройти легко, потому что уже устали. А этого не случается. Так, давайте я на другой колоде посмотрю. Что еще вам нужно? Вот эта вот легкость вам нужна изменить. Не то, что вам... А как вам нужно? То есть, ну, хорошо, если это не легко, то как нужно проходить эти уроки? Так, аркан повешенный. О чем он здесь нам говорит, аркан повешенный? Он говорит о высшем суде. Вам здесь как будто бы, знаете, вы хотите легко, потому что вы не хотите страдать. А вам здесь говорят, вам нужно в этой ситуации увидеть не страдания, а увидеть в этом как-то наивысшую, какую-то свою задачу, своей, ну, наивысшую задачу с души. Здесь надо использовать свой ум. Здесь надо по высшему суду увидеть какие-то свои ловушки, что вы страдаете, потому что какая-то вот ваша модель. Вот то, что я говорю о держимость. Есть какая-то модель вашего поведения, которая рассматривает ту ситуацию духовного урока, в котором вы находитесь, как какие-то, вы знаете, вот это страдание. На самом деле, да, ситуация может быть нелегкая, но надо изменить к ней отношение. То есть вот как мы видим, да, стакан наполовину пустой, наполовину полный. Все зависит от того, кто смотрит. И вот здесь вам нужно изменить свои отношения через переоценку ценностей. Не в плане того, что все духовные уроки, это страдания и так далее. Вы же можете посмотреть на эту ситуацию, по-другому. Не как страдания, а как что? А как то, что я страдаю, потому что мне страшно, потому что я боюсь. Чего вы боитесь? Осьмёрка Пентакли. Чего вы боитесь? Вот здесь, как будто, вы знаете, ощущение, что вы не получите одобрения от кого-либо. То есть вот эта вот жертва по повешенному, она как будто, вы знаете, желание выслужиться перед кем-то. Здесь вот детский сценарий, да, о том, что я должен заслужить. А заслуживаем мы тогда, когда, знаете, вот я выстрадал это всё, значит, я это заслужил. Вот здесь вот какая-то параллель в этом плане проходит. Вы примете на себя и посмотрите в своей ситуации, если вам сигнификация подошла, где вы хотите, где-то, знаете, ждёте одобрения, что вот... Причём, знаете, интересный момент, вам это одобрение не нужно. Вы уже как будто бы мастер. Но вы не обращаете внимания на своё умение, на своё мастерство, а вы как будто бы обращаете внимание на то, от кого вы хотите получить это одобрение. То есть какая за ним... Посмотрите, какая фигура скрывается. Папа это или мама. И вот вы себя как-то вот периодически... Знаете, вот мне надо заслужить. Что вы хотите заслужить? Вот какие добрые слова? Перед кем вы в детстве старались получить одобрение? Ну, чтобы на вас кто-то обратил внимание и сказал приятные слова. Ты молодец. И вот вы вот как-то выслуживались. И вот этот вот сценарий... Вот и сейчас вы выросли, а в голове он как будто бы вот эта вот проекция, эта игра, она у вас присутствует до сих пор. И вы страдаете уже от этой игры. Понимаете? Вот вам... И поэтому уроки, которые вы проходите, да, сейчас, вы в них видите вот эту вот проекцию этих детских страданий. И уловка вашего ума, ну, то есть то, что вам нужно сейчас пройти вот этот духовный урок, он вам показывает, что увидеть это, что это больше не работает. Что это больше не работает, что вот... Может быть, где-то убеждение, что легко мне ничего не даст, за все надо как-то вот выстрадать, как-то переживать, за все нужно платить, вот легко не получается. Вот что-то... Тут какие-то такие убеждения. Покопайтесь в своем... Вот какая-то здесь фигура такая, знаете, достаточно надменная. Вот как дрессировка у меня идет, знаете, вот как с животными, да? Я тебе дам вкусняшку, а ты мне дай лапу. Не дашь лапу, не дам вкусняшку. Вот кто у вас в детстве с вами так себя вел? Вот здесь какой-то... Вам это страшно, что вот этот вот скелет в шкафу, он не дает вам покоя. Поэтому вы как будто вы не можете пройти урок. Вам кажется... Вот где-то вы спотыкаетесь в этом сценарии одно и то же. Давайте я спрошу тогда, что же вам сделать? Нет, я сначала спрошу, для чего? Для чего вы проигрываете вот этот вот сценарий? Сценарий. Сейчас вы просто знаете такой уникальный момент, когда этот урок вы проходите на повторе, и вот если вы словите вот этот свой сценарий, вы можете его отработать, и дальше вот вы выйдете во что-то такое позитивное. Для чего вам вот этот сценарий? почему вы до сих пор в нем находитесь? Почему вы не просто в нем находитесь, а вы его еще и укрепляете, как-то поддерживаете? Вот еще одна луна, да, погружение. Для чего? Сейчас, секунду. Луна. Вот для вас здесь какая-то вот этот вот бессознательный сценарий, потому что здесь луна, да, дает вам возможность как-то что-то создавать. А магия о чем? Здесь какая-то манипуляция. Этот сценарий вам нужен для того, чтобы находиться. Вот помните, я здесь говорила про источник, про то, что энергии, энергии не хватает. Вот здесь как будто бы вот эмоции, да, вот этих. Вы этот сценарий проигрываете для того, чтобы получать какие-то позитивные эмоции. Сейчас я постараюсь вам соединить это все, как здесь работает. То есть когда вам не хватает каких-то эмоций, когда вам не хватает вот этой вот энергии, да, источника, сплеска, вы как будто бы начинаете что-то делать для того, чтобы на вас обратили внимание. Здесь вот эта вот похвала, она дает вам какие-то вот жизненные силы, да, то есть вас хвалят. Вы при этом чувствуете вот какое-то воодушевление, да, крылья расправляются. И вот на этой энергетике вы начинаете, на этой энергии, вы начинаете как будто бы действовать. это, знаете, как подпитка какая-то. Вот кто-то идет в холодильник и берет продукты, кто-то сразу идет в кастрюлю и оттуда берет готовую уже еду, а кто-то идет сначала в супер, да, закупает, то есть определенную цепочку совершает действие. Вот здесь вот вам, когда есть необходимость, вот эти сценарии работают, когда вам необходима подпитка, вы как будто бы так питаетесь от других людей. И эта подпитка у вас появляется, необходимость в ней, только тогда, когда вы не находитесь в единении с источником. То есть здесь как будто бы, знаете, ощущение того, что я сам не могу аккумулировать энергию в себе, когда у меня не хватает, ну, либо каких-то эмоций, либо каких-то впечатлений, то есть вместо того, что быть, поехать, например, в какое-то новое место, да, и там воодушевиться новизной, да, не знаю, сходить в музей, что-то увидеть новое, напитать себя эмоцией, которые вам необходимы, вы как будто бы вот компенсируете вот эту необходимость, потребность вашу в эмоциях через то, что вот вы что-то делаете и получаете одобрение. И тогда кто молодец, я молодец, вот я справился, все такое. Но вот это вот чисто детское, потому что вам это вообще не надо никак. То есть вам, как мастеру, вам вообще не нужны никакие одобрения. Вы и так знаете, насколько вы успешны и насколько вы хороши. Только вот иногда появляется вот это вот желание получить признание другого человека. Это может быть противоположный пол, это могут быть друзья, это могут быть ваши родители, клиенты, неважно. для того, чтобы вот как-то вот иногда от детства, как говорится, включается в голове и просыпаются вот эти вот сценарии. И у вас появляется вот эта внутренняя такая потребность, да, что вот мне почему-то нужно какое-то признание. Почему? Потому что, возможно, долгое время вы себя как-то не подпитываете, либо отключаете себя от источника. и тогда мозг находит самый известный ему способ подпитаться энергетически, так, как он подпитывался в детстве. Понимаете? Вот здесь что-то такое. Для чего? Хорошо, что же вам делать? Давайте посмотрим, что же вам делать. Потому что, что изменить? Я сказала. Для чего вы это делаете? Я тоже сказала. Что же вам делать? Вот я говорю, что же вам делать? Знаете, девушка сидит, не знаю, сколько близко вам карта и видно, да, девушка сидит и рисует, то есть воодушевляется. Что же вам делать? Производить перемены, да, то есть бабочки здесь изменения, здесь, возможно, вам нужно будет переключаться как-то осознанно на то, что вас воодушевляет. Не конфликтовать, не закрываться, не уходить куда-то, вот знаете, в отшельничество, в ее единение. Не надо включать в себя, что вот у меня не получилось, да, меня не признали, и теперь я изгой, и теперь я никому не нужен, и вот потом уходим вот в это вот самообичевание или то, что я говорила в прошлом раскладе, четверка кубков. Не надо вам это. Что вам нужно сделать? Вам нужно наоборот, знаете, вот здесь вот карта пегаса. Здесь вам наоборот нужно соединить, знаете, вот как, не то чтобы ум подчинить своей душе, а соединить, найти вот это вот единение, знаете, когда и в голове спокойно, и на душе спокойно. Вот когда хорошо, ищите тем, не знаю, может быть вещи, которые вас как-то успокаивают, да, вот, приносят удовольствие, может быть для кого-то музыка приносит удовольствие, может быть для кого-то какие-то запахи приятные, масла, да, например. Здесь не про расслабление, а здесь про то, что надо голову свою успокоить, страхи от чего, да, вот это вот непринятие, я не принимаю того, что происходит, это страхи, сопротивление, мы чему-то сопротивляемся. Как снять сопротивление? Расслабление. Это одна из важных практик вообще в магии, во всех религиях, это расслабление. Здесь надо научиться вам расслаблять, то есть снимать, иногда мы говорим, да, снять стресс, снять напряжение, напряемся, почему? Потому что нам страшно, да, мы чего-то испугались во внешнем мире, и мы себя защищаем. Так вот, здесь вот это вот расслабление, вот этот стресс все убираем, либо через звуки, либо какие-то запахи, у кого какая система работает. Если у вас работает репрезентативная система визуальная, значит вам визуально надо смотреть на что-то, чтобы успокаивало глаз, вот что вы видите, фильмы какие-то, какую-то красоту, я не знаю, в музей куда ходите, там, природу. Если звуки, то какие-то звуки, песни, может быть, какие-то, я не знаю, голоса, что-то такое, что вот успокаивает. Если кому-то осязание, да, то здесь может быть как какая-то еда, вот кто заедает, да, вот здесь включать новые вкусовые какие-то качества, пробовать то, что вы никогда не пробовали. Например, никогда не ели там какие-то фрукты, попробуйте их, это что-то новое, то есть вы компенсируете, да, вот это вот эмоции, которые вам необходимы, через вот это вот на весну. Если вы кинестет, например, как я, то дадите себе, знаете, вот есть какие-то игрушки приятные, да, вот материал, там, не знаю, бараш какой-нибудь, бывают такие материалы, вот они такие приятные, приятные. Купите себе нижнее белье с хорошего материала. Хороший я не имею в виду, чтобы он был, прямо, знаете, вот гипюр или что-то, а есть такие, такой материал, я не знаю, как он называется, он может быть даже искусственный, но он такой приятный, вот он, как кожа, да, то есть, настолько вот расслабляет, вот хочется гладить, да, либо вообще какие-то телесные прикосновения, да, обнимайте людей, гладьте себя, обнимайте себя, то есть вот здесь вам нужно научиться успокаивать себя и воодушевлять, убрать вот эту вот критику, что я не такой, как все. Здесь примирение идет, во-первых, вам нужен друг еще, да, верный, с кем вы могли бы разделять, вот здесь вам преданность, вам нужно ощутить, что есть человек, как минимум один, которым будет вам предан, не знаю, вот эта вот преданность, она для чего-то вам важна здесь, вот, и здесь какая-то мужская фигура очень важна в вашей жизни, здесь с ней надо как-то смириться, и может быть это даже и отцовская фигура, либо дядя какой-то, либо брат, либо мужчина, то есть какая-то мужская фигура, где у вас нету примирения, вот вам нужно примириться. Вот такой вот ответ у меня был для троечек. Всем вам огромная благодарность, хочу пожелать вам прекрасных выходных, расслабьтесь, наполнитесь, получите удовольствие от жизни, не забывайте о себе, о себе любимом, о себе любимой, сделайте что-то приятное, себе то, что давно хотели, и не обязательно, чтобы это было что-то большое, пусть это будет что-то маленькое. Я долгое время хотела мороженое, причем не просто мороженое, а именно, знаете, советское мороженое, вот это вот пломбиры в вафельном стаканчике. Вот, и на прошлой неделе буквально поехала в один район, где у нас есть здесь русские магазины, и, ну, я думала, что вот сейчас санкциями, да, не будет вот русских продуктов. Я зашла, я так увидела это русское мороженое, так я его слопала две штуки, и такое удовольствие было, вот так мне напомнило мое детство, думаю, боже, то есть не просто мороженое, а вот именно конкретное, и прям я радовалась, и я радовалась, как маленький ребенок, позволила себе даже две штуки съесть, поэтому дополняйте себя радостями, радостями в мелочах, да, радость, она всегда в мелочах, все в мелочах, все понемножку, и пускай этих мелочей в вашей жизни будет много, часто, и они будут вас радовать, это то, что запоминается, да, вот эти вот, все, что наполнено эмоциями, у нас всегда запоминается, нежели то, что такое вот ровное и безэмоциональное. прощаюсь с вами, всем пока-пока.